Я даю обещание любить себя, заботиться о себе, беречь свое внутреннее чувство безграничного счастья каждую минуту, каждого часа, каждого дня. Сегодня я выхожу замуж за саму себя. Я сполна испытала унижений и от мужа, и от свекрови. Поэтому мой вам совет. Не зацикливайтесь на браке. Живите своей жизнью. С прошлым. Покончено. Я больше не буду игрушкой в руках мужчин. Мам, ну сколько можно? С ней уже все решено, ты все никак не можешь успокоиться. Ты приняла лекарства? Пойду пробегусь. Телефон с собой, если что. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Субтитры подогнал «Симон» 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 Слушай, на самом деле я давно хотела тебя спросить, но было как-то неловко. А почему? У вас есть какие-то обиды давние? Ну, как же сказать. Родители мне прочили блестящее будущее в математике. А я стал обыкновенным следаком. Ты стал блестящим следаком. Ну, мама-то об этом не знает? Вот и узнает. Это здорово, что она приезжает. Да. Да, да. Это здорово, что она приезжает. Я пирог испеку. Отлично. Какой? Фирменный. Лёх, здорово. Фигин тебя искал. Как он? Мрачный. И пуха. К черту. У нас убийство. Сегодня в парке обнаружили труп Полины Ясниковой. Знаменитый блогер Лина. Женский коуч. До свободы женщин от мужиков агитировала. А, да, да. Мне недавно Саша ее показывала. Да, новая оперативная группа уже на месте. Ждут следователя. Следователь, как я понимаю, это… Правильно. Давай, занимайся. Все? Тишина? Понятно. Что у тебя здесь? Ну, судя по всему, смерть наступила от удара тупым предметом по голове. Ну, видимо, он тем камнем. Под ногтями жертвы кровь. Видимо, царапал убийцу. Надо понять, чья это кровь, ее или нападавшего. Сделаем. Что у тебя? Ничего не нашли. Даже телефона. И фартук какой-то дурацкий. Можно забирать тело. Я с ней в морг. Да, хорошо. А мы с тобой на квартиру. Там тоже надо посмотреть. И возьми с собой фартук. Мало ли там пальчики какие-нибудь остались. Да. Может быть, это послание убийцы? Я тебя жду в машине. Да, скоро буду. Ким, что с отпечатками? Пальчики имеются, но сложно пока сказать, кому они принадлежат убитой или еще кому. Ага. Что за препарат? Не знаю. Похоже на капсулу витамина Д. Взять экспертизу, только очень аккуратно. Хорошо. Алексей Алексеевич, смотрите, интересно, откуда у обычной блогерши такие бабки? Ну, значит, это не обычная блогерша. С каждой купюры и снять отпечатки. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Следователь Леонидов. Скажите, вы живете в этом доме? Да. Вы знакомы со своей соседкой Линой Ясниковой? Да, конечно. Я часто ее блог смотрю. Ага. А что случилось? А когда вы видели ее в последний раз? Так, вчера я видела. А вчера вам сколько она выходила? Около десяти, может быть, чуть позже. Ага. Одна? Одна, а к ней редко кто заходил. А вот из тех, кто заходил, может быть, сможете кому-то описать? Мужчина. Мужчина как-то заходил. Но, знаете, у меня такая память плохая на лице, я ничего не вспомнила. Только вчера к ней никто не заходил. Ну, говорю же, одна была. А так, кто угодно ее мог видеть. Она же каждую ночь шляется. Угу. Понятно. С соседями не ссорилась? Нет. Лина девушка вежливая, доброжелательная, всегда здоровается. Понятно. Понятно. Ладно, хорошо, спасибо. А что случилось? Вы легко теряете вес, ваша кожа сияет, глаза искрятся радостью. Я научу вас, как влюбиться в себя. Как стать счастливыми, богатыми, красивыми. Счастье — это легко. Что? Внутри меня было столько запретов. Вначале давили родители. Будь паинькой, будь удобной для нас. Потом я сполна испытала унижение и от мужа, и от свекрови. Поэтому поверьте мне на слово. Не зацикливайтесь на браке. Живите своей жизнью. Когда я осознала, что я создала сама себе все эти запреты, я ушла от мужа. Я влюбилась в себя, и я смогла сбросить двадцать килограммов. Поэтому, девочки, запомните. Брак — это не главное. Главное — быть счастливой. Да. Главное — быть счастливой. Ой, счастливым. О! Подписался уже на пришел блогершу? Да. Ты комменты почитай, там маски А. А че там? Ну, вот это. Я найду тебя, гадина, и тогда мы с тобой поговорим. Сейчас, подожди. А вот. Ах ты, Стервозина. Ты разрушила мой брак. Гореть тебе в дутва. Слушай... Высокое поведение. О, ругают одни мужики, реально. Да. Бабу пишут в основном хвалебные. Особенно вот эта Жанночка. Так, я попросил айтишников ее пробить в первую очередь. Так, а почему ее? Ну, потому что хвалят-то в основном в двух случаях. Либо за деньги, либо близкие подружки. И в том и в другом случае эта информация от Жанночки может быть очень полезна. У-у-у-у. Погоди, погоди. Готов отчет по отпечаткам в квартире линии? Ну? Большинство, конечно, принадлежит ей. Но также есть отпечатки, принадлежащие неким двум мужчинам, которые по базам нас никак не проходят. Орудия убийства и фартук были абсолютно чистыми. Так. Я предполагаю, что убийца-то наш был в перчаточках. Браво. Секунду, секунду. Снимаю шляпку мужчин. А вот и пробили Жанночку. Записывай телефон. Значит, вы сестра Лина? Троюродная, да. А в блоге вы пишите по своим именям? Угу, да. А вот такой вопрос. Почему вы ее, ну, нахваливаете прям? Ну, выросли вместе в поселке Рыбачье. Это здесь на западе Калининградской области. Потом Лина уехала и я осталась. А почему Лина уехала? Пять лет назад Лина в интернете познакомилась с Игорем Докером из Калининграда. Влюбилась сразу как по девчонкам. Понятно, он потомок немецких рыцарей. Ничего себе. Ну, все, вышла за него замуж, уехала. И стали они жить втроем со свекровью Ираидой. Ираида? Ираида. А Лина мне потом рассказывала, что Ираида жестокая и обиженная на жизнь бабища. Делала из Лины прислугу и девочку для бытия. Растяпа. Простите, Ираида Петровна. Что толку мне от твоих извинений? Это же не просто тарелка, а тарелка из фамильного сервиза. Короче, два года назад, после очередной вот такой порции унижений, Лина не выдержала. Дала на развод и все. Стала модной блогершей. Вы кого-то конкретно подозреваете в убийстве? Да, ее бывшего мужа Игоря и подозреваю. Почему? Ну, потому что он до сих пор не смирился с тем, что она от него ушла. Ревнуют ее ко всему на свете. Все. А вы не знаете еще, как он злопамятный? Нет, не знаю. Расскажете? Три дня назад он пришел домой к ней пьяный, абсолютно пьяный. И устроил скандал. И вы это видели все? Ну, я и видела, и слышала. Я была у нее тогда. Он был очень пьяный, он угрожал ее убить. Скажите, а где вы были вчера вечером с десяти до половины первой ночи? В отеле. Кто-то может это подтвердить? Нет. Ну, наверное, легко проверить. Там же камера везде. Да. Какой отель? Мамочка! Мамочка, представляешь? Лину убили. Вот, товарищ следователь говорит. А знаете, я не удивлена. Почему? У Полины был скверный характер. С таким долго не живут. И потом эти ее высказывания про счастливую жизнь без мужчин… Мам! Я знаю, что говорю. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Скажите, как давно вы увиделись с Полиной? Очень давно. Ну, полгода прошло. Угу. За блогом ее следили? Каким блогом? А что, у нее есть блог? Нет? Нет? Мы ничего не знаем. Да мы в этом вообще не разбираемся. Да, не разбираемся. А вот у меня есть свидетельские показания, Игорь, что вы на три дня тому назад пьяный пришли по Лине и угрожали… Боже мой, какая чушь! Да что за бред? Да я вообще после развода с ней не общался. Ну, знаете, свидетель утверждает, что… Врет все ваш свидетель. А зачем ей врать? Ей? Вы говорите ей? Это что, женщина? Троюродная сестра Полина. Вот в чем дело. Ну, я знаю, зачем Жанка врет. Она до сих пор ревнует Игоря к Полине. Глаз на него положила. А он к ней равнодушен. Да, мам! Не мамкой. Ну, и что еще вам наговорила Жанна? Что Полина вышла замуж за Игоря только по той причине, что он является прямым потомком немецких рыцарей. Боже мой. Ну, у нас в роду действительно есть древние дворянские корни. Но это никакие ни немцы и ни рыцари. Я уж не знаю, кто наворотил эту чушь, Полина или сестра ее. Но врать они обе мастерицы. Да, на самом деле, ну, какие ж мы дворяне. Ну, вы же сами видите, у нас обычная квартира, да и свадьба у нас была очень скромной. Скажите, Игорь, а от чего развелись-то? Ссорились? Это Полина вечно к нему придиралась. Однажды взяла и потратила все деньги, которые он копил для меня на санаторий. Да, она накупила какой-то дорогущей косметики и всяких витаминов для похудения. Но я после этого и заявил, что нам не больше ни жена. А она только хмыкнула, сказала, что сама подаст на развод и ушла. Игорь, где вы были вчера вечером? Я? Я? В десять или в одиннадцать? А, я выходил ненадолго пробежаться вокруг дома. Ненадолго и на сколько? Да на полчасика. А потом вернулся и больше никуда не выходил. Мам! Подтверждаю. Все-таки я попрошу вас из города никуда не отлучаться. И по возможности прийти к нам в отделение и снять отпечатки пальцев. Это еще зачем? До свидания. Вот же стерва. И сдохнуть по-человечески не смогла. И здесь нам нагадила. Мама, ну что ты такое говоришь? Я знаю, что говорю. А ты? Ты что, действительно к ней ходил? Отвечай матери. Здрасте. Следственный комитет. Старший следователь Леонидов. Так. Скажите, вы вчера вечером видели Игоря Ясникова? Я видел. Он на пробежку выбегал. Поздно уже было часов десять-одиннадцать. Так. А когда вернулся? Вот этого я не скажу, не видал. А я на первом этаже живу. Вчера весь вечер у окна сидела. Спать легла часов двенадцать. Но Ясников еще не возвращался. Значит, что нужно сделать? Надо поднять записи с камер видеонаблюдения и пробить алиби Жанны. Это тебе. Давай. Вот. Дальше. Жанна является родственницей Лены. И мне вот интересно, были ли у них какие-нибудь имущественные споры? Ну, сделаю. О, да. Важна любая информация, абсолютно вообще. Да все в работу идет. Хорошо. Да, Санечка, привет, моя хорошая. Привет. Ты не забыл, сегодня твоя мама приезжает? Как? Точно? Леш, получится встретить? Я с работы отпросилась и ужин приготовила. Да, да, да. Все, все, все. Давай, пока. Выезжай. Давай. Короче, если нароете что-нибудь, обязательно сразу скидывайте мне. Понял? Я ему маму поеду встречать. Ну, Лех. Мама, это святое. Мам, привет. Ты чего на кран прилетела? Ну, у меня же был рейс с пересадками. Мне удалось поменять билеты напрямую. Ну, здрасте. А почему ты не позвонила? Так я тебе звонила, но у тебя было все время занято. А потом закрутилась, забыла. Так что я уже в гостинице. Как в гостинице? А почему не у нас? Саша, ужин приготовила. Гостиницу забронировал университет, в котором я буду читать лекции. Завтра уже приступаю. Так что у меня ответственный день. Нужно подготовиться, отдохнуть после перелета. Передай Александре мои извинения. Хорошо. Значит, до завтра. Да, приглашаю вас на завтрак. Тут хорошая кафешка. Целую пока. Пока, мама. Твоя мама просто не хочет меня видеть. Нет. Да. Саня. Да перестань, пожалуйста. Я тебе говорю, что у меня странное отношение с мамой. Мягко говоря. Ты понимаешь, у нее психология ученого-исследователя. Ну, то есть, она сначала видит человека, наблюдает за ним. Потом делает вывод. Ну. А потом делает эксперимент вообще. Ну, вот пусть бы приехала и понаблюдала бы. Да успеет она еще. Но завтра приглашена на завтрак. Да, Серега. Алло, Лех. Докладываю. Значит, камеры у подъезда Игоря Ясникова вырубились через пятнадцать минут после того, как он вышел из подъезда на пробежку. Ну, какие-то там пацаны лазером выжгли. Так, значит, мы до сих пор не знаем, когда Ясников вернулся с прогулки. Ага. И алиби у него нету. Ага. Это с учетом того, что Игорь поссорился с женой, про которую нам сказала Жанна. Угу. То есть, у него есть мотив. О-о-о. По поводу Жанны. Так, секунду. Сейчас расскажу. Значит, в родной деревне Полине после смерти двоюродной тетки досталось большое наследство. Ну, и как ты понимаешь, после смерти Полины наследство получает именно Жанна. А где она жила? Ну, где она была в это время? В гостинице? Ага. Кстати, мы связались из гостиницы и все выяснили. Вечером никуда она из номера не выходила. Но для этого не обязательно куда-то выходить. Можно же кого-то попросить. И нанять. Правильно. Кого? О-о-о. Допустим, Игоря Ясникова. А может быть, они вообще заодно? Но это не суть важно. По большому счету, чувак, я прямо сейчас готов вот выехать и задержать обоих. И Ясникова, и Жанну. Ты только скажи, у меня Анька все равно на смене. Мне торопиться некуда. Так, Серег, все, давай, заканчивай. Стоп, стоп. Всего ничего не нужно делать. Помни, что это просто версия и у нас мало улик. Все. Хотя я об этом подумал, обещаю. Все. До завтра. Пока. А я… А что? Ничего. Ты давно дома? Ясно. Помолвки, я подозреваю, у вас не было. Да? Мы будем считать, что это и помолвка, и знакомство с родителями жениха. Вы, значит, преподаете в школе? Да. Ну, работа более-менее спокойная. Всяко бывало. Ну, в общем, да. Не, ну, я в смысле, что время для дома остается. Леша ведь наверняка с утра до вечера в своем управлении. Мам, ну, тоже это не утребует. Да я тебе умоляю, уверена, что так все и есть. Да, весь в отца. Но у нас с ним хотя бы сфера деятельности одна, и то не все гладко. А как вы сможете ужиться? Мама, вот скажи, пожалуйста, а вот по какой причине у вас, папа, все негладко? Ну, вот по какой? Я же первый раз в Калининграде. Рассказывайте, что тут можно посмотреть. Парки, музеи, памятники. Так. Во-первых… Музей Мирового океана. Да. Во-вторых… Рандебургские ворота. Да. В-третьих… Музей подводная лодка. Леш. А? Памятник Шиллеру. Кафедральный собор. Так. Курская коса. Курская коса. Курская коса. Да. Про косу я слышала. Да. Я не понимаю, вы меня в убийстве, что ли, подозреваете? Почему вы вскрыли от меня тот факт, что после смерти Полины, вы являетесь наследницей имущества двоюродной тетки? Я была в шоке от ее гибели. Мне не до этого было. А в Калининград приехали для чего? Для того, чтобы обсудить с Полиной наследство? Да. Я просила ее со мной поделиться. Что она ответила? Обещала подумать. Я поэтому осталась здесь на пару дней. Сегодня должны были с ней встретиться. Мне ее теперь хоронить надо. Господи, я из родственников самая близкая осталась. Когда вы мне тело ее выдадите? Точно пока сказать не могу. Но из города никуда не уезжайте. Понятно. Еще. Сейчас вас проводят в лабораторию. Нужно сдать анализ крови. Откуда заключение? От криминалистов. Вести молодцы. Ну-ка, давай. Значит, пятерки пальцев в квартире Лины действительно совпадают с Игорем Ясниковым. А вот кровь из-под ногтей Полины не совпадает. Ни с Ясниковым? Ни с кровью, Жанной. Вижу, читаю. Вот, вот. Так, ну чего, будем разрабатывать другую версию. Не-не-не, погоди-погоди. Они же могли по отдельности нанять киллеров. Да. А эти киллеры могли нанять других киллеров. А вот те другие, которые первых... Ну, и то же самое наняли. И по кругу. Вот и все. Слушай, че? Тихонари накопали. Угу. Давай. Сейчас найду. Вот. Так, значит, оказывается, оскорбительный комментарий с одного из аккаунтов в блоге Лины написан с IP-адреса зарегистрировано на квартире Ясниковых. А как ты думаешь, какой у них ник? Галининградмен2021. Нет, все просто. Аноним. Удивительно как. Я же тебе говорил, это Ясников. Или Ясников, или его мать. И этот аноним писал негативные комментарии в чате обиженных мужиков на Лину. Они считали, что она разрушительница семьи. И да, еще этот аноним подстрекал их с ней разобраться. Ужас. Так. Надо бы нам еще раз поговорить с этой Ираидой. Да. Это я, тот самый аноним. Я ее проклинала. Мам? Ну, как ты могла творить такое? А что ты хотел? Хоть кто-то должен был защитить меня от ее нападок, если родной сын не может разобраться? Ираид Петровна, где вы были позавчерашней ночью? Надеюсь, вы не станете подозревать инвалида. Дома, естественно. Угу. Вы лично знакомы с кем-нибудь из обиженных мужей, которых подстрекали? Лично? Нет. Только в интернете. Переписывалась с одним под ником Семьянина. Как вы познакомились? Он сам на меня вышел. Спрашивал, не знаю ли я адрес Полины. Сказал, что ему нравятся мои призывы. Что вы ответили? Ну, я же действительно не знаю ее адреса. Ничего. А как долго велась ваша переписка? Он что-то писал о себе конкретное? Написал, что из-за Полины от него ушла жена. Грозился убить эту гадину. Мама, прекрати! Ну, Лины уже нет, а ты продолжай все! Это не я. Это слова Семьянина. Что же вы мне об этом раньше не рассказали? Чем закончилась ваша переписка? Ничем. Больше он мне не писал. Когда Полину убили, я все удалила. Спасибо за информацию. Леха! Леха, айтишники прислали отчет по IP адресам этих недовольных мужчин. Всех? Нет, почти всех. Смотри, меня интересует некто под ником Семьянин. Семьянин. Вот он, Семьянин. Вадим Стрельцов, 35 лет. Работает таксистом. Адрес прилагается. Комментарии почитал? Слушай, ну ничего такого особенного. В принципе, и похлеще писали. Зато этот Семьянин бушевал в переписке с Ираидой. От этих тихонь можно отдать все, что угодно. Так, что у нас есть? Этот Семьянин недавно развелся с женой. И хорошо бы нам с ней первыми поговорить. Угу. О! Телефонтик надо? Телефонтик надо. Спасибо большое, что согласились со мной встретиться. Ой, ну как будто у меня был выбор. Ну, о чем вы хотели поговорить? О вашем бывшем муже. Характер, привычки почему развелись? Характер у него тот еще. Ну, все бы ничего, но он больно ревнивый. А с годами это усиливалось. Вас это раздражало? Конечно, он жить мне не давал. Он не разрешал мне краситься, не разрешал красиво одеваться, как будто я не женщина. А я же хочу красиво выглядеть. Хочу ощущать себя желанной. А он мне это замужем и нефиг выпендриваться. С Полиной Ясниковой вы давно познакомились? С Линой? Полгода назад. Да. А через месяц мы с Вадиком развелись. Она имеет какое-то отношение к вашему разводу? Ну, вообще-то это был мой выбор. Но она меня поддержала. Она мне сказала, разрежь домашний фартук. И я так и сделала. Я оставила записку, что ухожу и ушла. Ну, а после того, как вы разрезали домашний фартук, развелись, вы продолжали с ней общение? Ну, естественно. Благодаря ее советам я изменила свою жизнь. Я похудела, я полностью изменила гардероб. Вадя, когда увидел меня на улице в новом платье, он меня чуть не побил. Ой, простите. Угу. Болеете? Нет, что вы. Это витаминки. Просто нужно принимать по графику так эффективней. А зачем вам нужен Вадик? Он что-то натворил? Нет. Ну, конкретно ничего. На самом деле я просто проявляю мотивы тех людей, которые оставляли комментарии в блоге Лины. Ничего особенного. Спасибо вам большое. Вы мне очень помогли. Не зацикливайтесь на браке. Живите своей жизнью. С прошлым покончено. Я больше не буду игрушкой в руках мужчин. Девушка, вы ведете параллельное расследование? Да, веду. Как, успехи? А что ты иронизируешь? Нет, не иронизирую. Привет. Жорик, товарищ следователь не верит в наши с тобой умственные способности. Есть успехи, есть. Давайте, рассказывайте. Поделиться? Ну, давай, давай. Смотри. Ты видел это видео? Да. А теперь вспомни ее первое видео. Ты помнишь, как она говорила? Она была искренна. Вот она говорила, я люблю жизнь, и мы ей верили. А теперь обрати внимание еще раз на это, на ее последнее видео. Посмотри. Она вроде говорит так же, с оптимизмом, с улыбкой. Но она как будто напряжена, как будто в отчаянии. И внешний вид. Смотри, глаза покраснели, лицо осонилось. Ты видишь разницу? Да. Да, вижу. Ты смотри. Ну, что значит, женский взгляд? Ужинать будешь? Нет, чуть позже. Так, Хришан, такой вопрос. Как тебе моя мама? Ой. Ну, только честно. Мама мне твоя понравилась. Замечательно. Мне правда показалось, что она весь завтрак мыслимой была где-то не здесь. Ну, это, знаешь, мало ли что, может с отцом поругалась, или проблемы у них там какие-нибудь. Так, подожди. Поссорились? Да. Да. Вот почему она все время избегала разговоров об отце. Вот только этого мне еще не хватало. Послушай, вот я подумала, все-таки хорошо, что вы с Александрой такие разные. Но только сможешь ли ты уделять достаточно внимания семье? Ты же вечно на работе. Ну, папушка тоже вечно был на работе. Работал, работал. Ну, скажи же, что он как-то уделял нам мало внимания. Сравнил. Отец ученый. Он порой настолько весь в своих мыслях. Да что я тебе рассказываю, ты сам все знаешь. Я тоже здорово вчера ему позвонил ночью. Не спит. Не спит, работает. Ну да, ну да. Весь в очередном исследовании. Ой, мне пора на лекцию в универ. Все. Пока, родной. Пока, моя хорошая. Пока. Ты права, у них там что-то происходит. Папа уверен, что мама в Питере, а мама, как только речь заходит об отце, сразу переводит стрелки на другую тему. Давай, я позвоню Татьяне Михайловне и предложу ей город показать. Может, удастся ее разговорить. Ну, поговори. Только, пожалуйста, очень аккуратно. Хорошо? Я перезвоню. Давай. В общем, Ясникова сильно сдала, и нам надо понять, сама она или ей помогли. Хорошо, я проверю. Сегодня же должен результат. Да. Давай, жду. Жду, жду. Все, давай. Знакомьтесь, Алексей Алексеевич. Вадим Стрельцов, он же семьянин. Собственная персона. Здравствуйте, Вадим. Присаживайтесь. Здравствуйте. Для начала формальный вопрос. Скажите, это вы писали в блоге Лины и вели переписку с анонимом? Я. И вы писали анонимом, что собираетесь разобраться с Ясниковой? Писал, не отрицаю. Да, потому что эта лживая гадина, она развратила мою Олю. Подбила ее уйти из семьи. А почему вы называете Ясникову лживой? В чем она врала? Да во всем. Все эти ее рассуждения. Так это вранье чистой воды. А этот ее феминизм. Это дешевая маска для блога. Вы вообще смотрели ее ролики? А тот, где она выходит замуж за саму себя? Да. Да, я все ролики ее смотрю. Я тоже. Этот это вообще беспредел какой-то полный. Так, скажите мне, где вы были в ночь на второе число с двадцати двух до часу ночи? На работе. Это можно легко проверить. У нас в таксопарке все ходы записаны. Все ходы записаны. Хорошо, мы проверим. А пока до выяснения всех обстоятельств, вы задержаны по подозрению в убийстве гражданки Ясниковой. Ну что, это чушь какая-то. Я же говорил, я не убивал. Отведи товарища на анализ. Так, а я не убивал. Я же говорил, у меня алиби. Все разберем. Я алиби. Все, подождите. Татьяна Михайловна. Вы же не зря нас расспрашивали про достопримечательности Калининграда. Вам правда это интересно? Ну, конечно. Разве это может быть неинтересно? А давайте я побуду вашим гидом сегодня? Строим культурную программу? Александра, я очень ценю вашу с Лешей заботу. Но дело в том, что сегодня я как раз занята. Кроме того, я привыкла сама себя развлекать. И не люблю, когда меня опекают. Шалко. Извини, мне пора в гостиницу. У меня там очень важная встреча. До свидания. До свидания. До свидания. Вы были правы. Последнее время в организме Ясниковой произошли необратимые изменения. Что именно? Цирроз печени. Опа! Че, пила? Это не от алкоголя. От приема фармацевтических препаратов. А поконкретней? Я не знаю. Что-то странное она принимала. Сердце изношено, нервная система истощена. При этом она явно мучилась от бессонницы. Вот почему она ходила гулять по ночам. Думаю, что в последнее время она вообще чувствовала себя ужасно. Угу. И от этого скрыто отчаяние ее в последних роликах. Ну, видимо, она принимала этот препарат в огромных дозах. Погоди, погоди. Мы же в квартире нашли большое количество этого витамина Д в капсулах. Сергеич, смотри, что нужно сделать. Внимательнейшим образом изучить эти капсулы. И что это за витаминки, потом сообщить нам. Хорошо. Я займусь этим сейчас же. Ну, все, можно перетерпеть на отсутствие сна. Это, конечно, жесть. Так, если убийца следил за ней, он легко мог вычислить ее прогулки. Угу. Значит, что нам нужно сделать? Нам нужно еще раз просмотреть записи с камер видеонаблюдения со входа в парк. Кашенька, мы уже посмотрели. Да, мы смотрели. Но в день убийства. А нам нужно как минимум за неделю. День и ночь. Леха, ты представляешь себе объем? Выполняйте. Худак. Леш, гостиницы Татьяны Михайловны нет. А ключ висит на ресепшене. Такая… Ой. Я ее, кажется, вижу. Леша… Ладно, дома поговорим. Леха, стрельцов, по ходу, здесь ни при чем. Кровь не совпала с той, которую нашли под ногтями Ясниковой. По ходу дела надо отпускать. Разберемся. Пакеев, это Леониду беспокоит. Переведи ко мне в кабинет Срельцова. У меня не выходят из головы слова, которыми вы охарактеризовали Лину Ясникову. Лживая гадина. Это просто эмоции или они на чем-то основаны? Я так понимаю, что меня вы больше не подозреваете? Нет. Ну, да. Хорошо. Тогда расскажу. Дело в том, что я следил за ней. И узнал кое-что интересное. Что узнали? Ну, в своих роликах она всегда говорила, что хочет быть самостоятельной, что ей не нужны постоянные отношения. И вообще, она замуж выходила сама за себя. А на самом деле, она встречалась с мужиком. Каждую неделю. Ну, получается, что у нее были постоянные отношения. Что за мужик? Имя и адрес? Адрес Приморская, 27. Квартира? Квартиры нет. Частный дом. Как зовут, не знаю. Они всегда встречались на причале. Хотя один раз они встретились возле его дома. А с чего взяли, что они были любовниками? Да, ну, а чем тогда и с мужиком-то встречаться? Не, я, конечно, не следил за ними круглосуточно, но я просто уверен, что она скрывала свои отношения. То, чтобы не навредить имиджу. Ведь она всегда выступала против брака. Тут, я думаю, да я уверен, она решила выйти замуж за этого мужика. Так. Хорошо, Вадим. Спасибо вам за откровенность. Сейчас я выпишу вам пропуск. Вы можете ехать домой. Спасибо. Макеев. Макеев, слышишь меня? Да. Выяснить, кто живет по адресу Приморская, 27. Привет, я дома. Леш. Я думаю, что у твоих родителей есть реальные проблемы. Интрига. Телефон твоей мамы я оставила на ресепшене в гостинице. Но потом я поехала в университет. Леш, там нет сейчас лекций. Сдаются госы, пишутся диссертации. А лекций нет. Татьяна Михайловна врет, что она приехала сюда ради этого. Да, и папа не знает, что она в Калининграде. Сегодня я видела ее с другим мужчиной. С молодым мужчиной. Ну, что ж, придется допросить ее с пристрастием. Есть, а будем что-нибудь? Сейчас накрою. О, ты куда в такой рай? Здорово, у меня труп образовался, надо разобраться. И у всех доброе утро! Давай! Сань, стой! Узнал владельца дома за Приморской? Да. Давай. Глеб Синицын, 35 лет, работал в Порту. Несколько лет назад уволился, открыл ИП, занимается рыбной ловлей. Лов сдает у местного ресторана. Ого, всем спасибо. Леха? Снова привет. Здрасте. Держи, спасибо. А ты что тут делаешь? На работу приехал. Значит, смотри, Стрельцов сказал, что Синицын и Ясиков встречались. Я подозреваю, что он как причастник ее убийства. У меня тут самоубийство. А чего это ты взял? Ну, пойдем. Читать умеешь? Довольно неплохо. Я не хочу. Поехали тебе. Як я доходу вот здесь. Он как рыбный танк담, где он будет преимущество. Это аппетитная система, и приема перед зданием. Да. И так. Да. У меня есть и это питание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров 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 А.Кулакова Ну, да. Какие у них были отношения? Нормальные. А почему вы спрашиваете? Вы думаете, Глеб причастен к ее убийству? Ну, этого утверждать я не могу. Скажите, а после вашего развода они общались? Ну, насколько я знаю, они пару раз пересекались. Глеб рассказывал. И Лина оба раза оплакала сама в жилетке. Ревновали? Нет. А я не в курсе, были ли между Глебом и Линой какие-то отношения, кроме приятельства. Поэтому нет, не ревновал. Это все? Да. Алексей Алексеевич! Ау! Кровь Синицына не соответствует крови под ногтями Ясниковой. Так. А что с витаминками из квартиры? Да, вот по этому поводу и хотел вам рассказать. Это не витамин, да. А что? В капсулах мы обнаружили препарат для похудения, который в России запрещен. Его возят контрабандно. Он ускоряет обмен веществ, влияет на мозг, вызывая при этом чувство бодрости и счастья. Человек больше двигается, меньше ест, худеет и источает оптимизм. Однако? Однако при длительном приеме здоровье рушится. Я понял. Привет. Тебе самому-то не стыдно? Получается, твоя девушка за мной шпионила. Да почему шп... Почему шпионила-то? Как почему? Потому... Она просто хотела тебе отдать телефону. Увидела, что ты занята. Решил не беспокоить, но отнесла телефонный рецепшн. Все. Какая деликатная. Ну ладно, проехали. Еще вопросы есть? Есть. Отец. Почему он думает, что ты в Петербурге? Вот такой вопрос. Ну, потому что он вообще обо мне мало думает. Мама. Всю жизнь пахала на него. Принимал это как должен. И совершенно перестал уделять мне внимание. Я не знаю, откуда взялся Петербург. Я ему говорила, лечу в Калининград. А он даже не отреагировал. Хотя Калининград, это же я увижусь с тобой. С Александрой познакомлюсь. Он весь поглощен своими гениальными идеями. Он ничего не слышит, он никого не замечает. Ну, мам, не утрируй, правда. Я еще все смягчаю. Знаешь, что стало последней каплей? Нет. На банкете, в честь своего очередного достижения, он сказал тост типа за наших жен, которые готовят нам обеды, пока мы занимаемся научной работой. Ну, как будто я кухарка какая-то и больше ничего. Ну, что ты ответила ему? Да, конечно, оскорбилась. Но он же никогда не признает своих ошибок. И в итоге мы поссорились. Причем прилюдно. Кошмарка какая. И вместо того, чтоб извиниться, он небрежно процедил. Дорогая, не заводись. У тебя тоже были любопытные работы. М-м-да. Ну, на самом деле в этой фразе ничего такого нет, мам. В самой фразе может быть и ничего, но это снисходительный тон. А ты знаешь, зачем на самом деле я прилетела к Ленинграду? Нет. У меня тут скоро защита докторская. Ничего себе. Ну, представь себе, у меня тоже есть любопытные работы. Мам. В общем, я хочу здесь остаться. Алексей Васильевич пусть продолжает свою блистательную карьеру в академгородке. Я как понимаю, папа ничего не знает о защите. А смысл? Если его моя работа не интересует. Алешенька. Короче, я подаю на развод. В смысле? На развод? То есть как на развод? Вот так. Я знаю свою маму. Если она что-то решила, она обязательно это сделает. Алешенька, ну, не волнуйся так. Может быть, она сгоряча. Может быть, мы сможем все исправить. Ну, как мы это исправим? Это невозможно сделать просто. Скажи, как это можно? Просто объясни мне, как это возможно исправить? Может быть, поговори с отцом. Да. Молодец, молодец, молодец. Надо папе позвонить. Так, 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 так. Думай, 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 думай. Что мы имеем? В квартире Ясниковой были обнаружены отпечатки пальцев Синицына. Угу. Но записку-то написала не она. Подождите. А Стрельцова говорит, что они общались. Да. И это подтверждает билинг, в котором мы видим, что они общались не меньше двух раз в неделю по телефону. А что, если у них не романтические отношения? Так, чисто бизнес. Ну, в смысле? Ну, смотри, все комментарии на странице Ясникова были от женщин, которые быстро похудели. Да-да-да, там хвалили какие-то чудесные витаминки. А, то есть, ты думаешь, что она продает черную фарму? Все может быть, все может быть. Тогда Синица не является поставщиком. А блок для привлечения клиентов? Да. Что подтверждает наличие крупной суммы у нее дома. Точно. Давай-ка я еще разочек поговорю с этой Ольгой Стрельцовой. Да. Я ушел. А я пока пробью один мутный номерок, среди списка звонков Глеба. Какая-то левая сим-карта. Здравствуйте. О чем вы еще хотели меня спросить? Вы покупали препарат для похудения у Ясниковой. Я не понимаю, какой препарат. Не понимаете? А, ну хорошо. Хорошо. Просто, если вы покупали, то я вам настоятельно не рекомендую употреблять эти витаминки. А что с ними не так? У вас они с собой? Дайте сюда. Эти таблетки вы покупали у Лины? Это очень опасный препарат. Он подрывает здоровье. Я ничего такого не чувствую. Не чувствуете? Пока. Это вопрос времени. У Ясниковой полное разрушение организма. Какой ужас. Я не знала. Спасибо, что предупредили. Этот препарат запрещен к употреблению. Вам грозит реальный срок. Подождите, я рассказала, что я не знала. Я… Лина меня обманула. Она сказала, это витамины, сбалансированный состав, все микроэлементы. Как вы стали ее клиенткой? Я смотрела ее блог и после очередной ссоры с Вадимом записалась на очную встречу. Потом сходила на одну, вторую втянулась, стала доверять Лине. И где-то на четвертой встрече она мне сказала, что есть реальный способ стать красивой, смелой, дерзкой. Откуда она брала эти таблетки? Вы знаете? Я бы с радостью, но я не знаю. Барышев, что у тебя по твоему делу? Евгений Борисович, у меня переквалификация в убийстве. Потому что криминалисты не нашли следов пороха ни на одежде, ни на руках. Алексей, что у тебя? Так, у меня. Как я вам уже докладывал, что Синицын и Ясниковым мутили общий бизнес. В доме у Синицына мы никаких следов этих витаминок не обнаружили. Ну, Евгений Борисович, знаете, я прям чувствую, что он имеет какое-то отношение к этой контрабанде запрещенных препаратов. А конкретнее? Конкретнее. Знаете, есть такой способ переправы груза через границу. Ему обычно пользуются наркоторговцы. В общем, до пересечения границы с корабля сбрасывается пакет. Пакет с товаром и маячком. В течение относится этот пакет к берегу. А около берега уже караулит человек на лодке. Так вот, таким человеком на лодке, который караулит, был Глеб Синицын. Телефон, GPS не нашли? И вообще ни один рыбак без них в море не выйдет. Не выйдет. Мы и не нашли. Ну, к сожалению. Вот. Зато мы нащупали канал сбыта. Синицын и Ясникова встречались минимум раз в неделю. Вот. И я думал то, что как раз-то в это время Синицын и передавал товар Ясниковой. Значит так, Алексей. Передай информацию нашим коллегам из управления наркоконтроля. Слушаюсь, товарищ полковник. Дело Ясникова и Синицына. Мы объединяем. Будем работать в паре. Ну, есть еще версии. Клиенты, конкуренты. Убийца был один и тот же. Евгений Борисович, мы думаем, что убийцы были разные, потому что почерк слишком разный. Но для этого слишком мало информации. Спасибо. Ну, тогда идите, работайте. Добывайте эту информацию, пока ребята из наркоконтроля нам всю поляну не затоптали. Евгений Борисович. Спасибо. Зачем ты ему сказал? Ну, классно же. Слушай, ну, просыльтесь еще. Привет. Привет. А куда идем? Так, я уверен, что мы с тобой что-то упустили при осмотре дома Синицына. Поедем поговорим с соседями. Мало ли чего. Ну, конечно. Уже частный сектор как на ладони. Ой, все. Давай, иди. В машину ждем. Здесь полно следов от велосипедной шины. Понятно, что кто-то приезжал на велосипеде. Затоптанный, незатоптанный. Но видно. Уважаемый, подскажите, пожалуйста, у Глеба, хозяина дома, был велосипед? А кто вы такие, чтоб я вам отвечал? Следственный комитет. Нет у Глеба никакого велосипеда. И никогда не было. А кто сюда приезжал на велосипеде? Е-богу, не знаю. Я ведь милой ночным сторожем подрабатываю. Ночью бдю, а днем отдыхаю. Так что не видел я никаких велосипедистов. Ну, спасибо большое. Слушай, да их, в конце концов, и сегодня могли оставить. Умерли. Я думаю, вот что. Может, я по другим соседям побегаю. Сейчас какую-нибудь информацию соберу. Да, я сейчас еще раз позвоню Стрельцову. Он же следил за Синицовым яснью. Может, что заметил? Хорошо, давай. Это че это у тебя? Компромат Стрельцова на Синицына Ясникова. Ага. А он че, все на видео записал? Ага. Шпион доморощен. Ну и чего там интересного? Ничего пока. У тебя как? Никак. Соседи с Синицыным ничего не видели, никого не слышали. Правда, ребята пробили один номерок, на который Синицын звонил на экономное убийство Ясниковой. Че за номерок? Юрий Семенов. Моряк с торгового судна. Правда, вот судно его пришелтовалось на следующий день после убийства Синицына. Ага. Так, все, я это больше смотреть не могу. Садись. Твоя очередь. Ну, молодец. Давай. А ты куда? Значит, смотри, ищем велосипедиста, очень внимательно смотрим. Хорошо. А я пойду пообщаюсь с Юрием Семеновым. Мало ли, может, что-нибудь новенькое про Синицына скажет. Ну, давай, давай. Эх, Глеб, Глеб. Как же так вышло-то, а? Собирался с ним встретиться, да вот не получилось. Когда вы видели с ним последний раз? Да где-то полгода назад, я не помню. Договорились о встрече, да все не получалось. Ну, то я в плавании, то он занят рыбой своей. Сейчас вот только пришрутовались, опять под погрузку стали. Никак на берег сойти не удавалось. Только сегодня вечером собирался с ним встретиться. Ну, горе-то какое, а? Я думаю, почему я до него два дня дозвониться не могу. Стойте, как же так? Он же звонил вам пару дней назад. Да. О чем говорили? Да Глеб пьяный был. Нес какую-то ерунду, что женщина его какая-то бросила. Я обещал приехать, поговорить. Но сами видите, какой я врал на работе. Послезавтра опять в рейс уходим. А что за женщина его бросила? Не в курсе? Нет, Глеб не говорил. Ну, может имя и сказал, я не расслышал, переспрашивать не стал. Думал, при встрече все узнаю. Но вот встретиться так и не получилось. Глеб, Глеб. Нашел. Только не велосипедиста. Велосипедист Кун. Вот Кун. Ильич, можешь? Как тебе? Да. Без айтишников не справимся. Угу. Скинем, ладно это? Угу. Дуй с ним вместо. Так, предположим, Ясникова занималась бытом запрещенной фармы. Оснабжал ее этими витаминками Глеб. Его армейский друг Юрий вполне мог быть поставщиком. Есть, конечно, вариант, что не он, а тот, кто звонил Глебу с левой симки. Но Юрия все равно стоит взять в разработку. Со мной он уже знаком. Чтобы не спугнуть, отправлю утром Барышева в порт. Порасспрашивайте. Я объясняю маме, что папа просто перепутал Калининград с Ленинградом. Нету. Всегда так делает, это лишний раз доказывает то, что ему на меня наплевать. В общем… В общем, чего? Надо как-то помирить, я не знаю как. Так всегда бывает. Люди ругаются, расстаются, потом даже причину вспомнить не могут. Нельзя допустить, чтобы мои родители развелись. Не допустим. Доверьте мне. Чтобы я беседовал. Все. Я ушел. Пока. Короче. Сели мы как-то на мель. Ну и мы с Валей. Это повариха наша. Пошли поплавать. Ну, я нырнул, смотрю. К Валейным белым ногам акула приближается. Вот что делать? Я набросился на нее и укусил. И что она? Уплыла. То ли испугалась, то ли обиделась. А? Валя. Акула. А Юрак Семенов с вами тогда плавал? Погоди. Я не по этим делам. Я же тебе рассказываю. Нет. Не выезды. Он с вами тогда работал? Кто? Юрак Семенов. Да лет десять уже. Опытный моряк. А три дня назад он на корабле был? Погоди. Это когда? Третьего июня. Так точно. Ну, сначала был, а потом отпросился. Мы на рейде стояли. А он говорит, мол, отпусти девчонку повидаться, а то под загрузку встанем и уже все, не отпросишься. Я долго ушел. Юрка-то? Ну? Ну, да. К утру и объявился. Не-не-не. Все-все-все. Все. Мне на работу пора. Погоди, я же тебе еще про дельфинов не рассказал. Все. Все. На работу пора. Вот. Мне тоже пора. У нас же сейчас погрузка начнется. Ладно. Спасибо за акулу. Спасибо за пиво. Алло, Леха. Надо срочно высылать сюда оперов. Надо брать этого Семенова, пока он в рейс не ушел. Давай. Жду. Здесь. Здорово. К тебе. Семенов? Следственный комиссия. Вы задержаны по подозрению в убийстве гражданина Синицы. Я никого не убивал. Ну, ты, главное, не буди. Ручки покажи. А мы с вами разберемся. Вперед. Стой, бомб, гони. Тихо, тихо. Иду я. Спасибо из-за этого, Кубин. Всего доброго. Ничего у тебя. Программа опознала велосипедистку. Так. Это Ирина Короткова. Двадцать лет. Проживает совместно с родителями. Адрес поселок Лесное. Улица Озерная, восемнадцать. Сейчас. Поселок Лесное. Поселок Лесное у нас. Так. Озер... Озер... О, это совсем недалеко от дома Синицына. Да, спасибо. А могу идти? Да, свободно. Так. Поселок Лесное. Коротковы – пенсионеры. Дочь Ирина – студентка. Поздний ребенок. Вчера вечером Коротковы вернулись из мансионата. Соседка, которая присматривала за домом, говорит, уезжали на пять дней. Самих Коротковых я не расспрашивал. Как вы и просили. О, спасибо, Старлей. Это она? Да, это она. Свободен. Ирина! Здрасте. А? Старший следователь Леонидов. Следственный комитет. Здравствуйте. Мне надо идти, я просто должна повидать одного человека. Глеба Синицына. Откуда вы знаете? Его убили. Что? Просто, понимаете, мы с мамой и папой уезжали в пансионат. На пять дней я… Вы звонили ему из пансионата? Да, но он не ответил. Просто… С чужого номера вы звонили. Откуда вы знаете? Я же… Откуда у вас не зарегистрированная сим-карта? Да их просто как-то раздавали в торговом центре. Вот я и взяла. Чисто опробовать. И все. В каких отношениях вы были с Глебом? Я его с самого детства знаю. Он сын папиных друзей. А когда они умерли, я просто поддерживала Глеба как могла и… Чтобы он не чувствовал себя одинаким. Вот. И все. Девушка у Глеба была? Я не знаю. Не знаете? Нет. Полину Ясь, вы не слышали такого? Нет. Нет, не слышала такого. Нет, не знаю. Ага. Зачем же вы тогда за ними следили, когда она на прошлой неделе сюда приезжала? Я не следила. Я просто… Я не хотела мешать их разговору. Как только эта девушка уехала, я просто с рацией подошла… Подошли? И не спросили, кто это? Нет. А зачем? Если бы он хотел, он бы мне сам просто рассказал и все. Я не спрашивала. Зачем мне это? Я… Господи, Глеб… Я просто не знаю, как сказать об этом родителям. Глеб… Ирина, давайте мы сделаем с вами так. Вы сейчас успокаиваетесь, а потом подъезжаете ко мне в следственный комитет, кабинет номер двадцать семь. Следователь Леонидов. Запомнили? Хорошо. Да. Да? Я подъеду. Я вас жду. Сашенька, я очень рада за сына, что он нашел такую чуткую женщину. Но я хочу тебя предостеречь. Не повторяй моих ошибок. Не надо растворяться в мужа настолько, что перестаешь для него существовать. Нет. Татьяна Михайловна, вы не правы. Леша, он не такой. Он… Он относится ко мне так же, как и я отношусь к нему. Да он все время на работе. А тебе, кроме работы, приходится еще все по дому делать. Но зато, когда он дома, он во всем не помогает. Да и вообще… Татьяна Михайловна, вы же меня понимаете. Это такое счастье, это такая редкость найти своего человека. Все остальное вообще не важно. А вы, вы просто нервничаете. Наверное, из-за предстоящей защиты докторской. Да и это тоже, наверное. Не волнуйтесь. Не волнуйтесь. Просто доверьтесь нам. Я вам обещаю, сразу после вашей блестящей защиты, мы с Лешей устроим вам настоящий праздник. У нас прорыв. Эксперты доказали, что Надежде Семеновой есть следы пороха. Я вызываю его на допрос. Слушай, подожди. С ним и так все ясно. В смысле? Ну, он задержан. Куда он денется? Серый. Пойди-ка сюда. Смотри, сейчас вот обрет Короткова. Давай мы с тобой разыграем ссылку. Ну, типа, ты старший следак, а я так просто принеси подарю. Ну, как ты. Короче, шучу. Смотри. Потупи. Зевай. Типа, спать хочу. Устала. Работа такая. Ничего не понимаю. Ну, да? Да. И попроси ее, чтобы она своим почерком, своей ручкой, написала все показания на листочке. А мы этот листочек берем и на почерковеческую экспертизу кладем. А там и пальчики, а там и кровь случайно. Ну, понимаешь, типа, ну что, такая процедура. Мол, а мы-то здесь при чем? Да? А ты в чем ее подозреваешь? О ней Синицын друг друга знает сто лет. Ну? Алину Ясникову она не видела. Хотя следила за ними. Понимаешь? Ну, слушай, теоретически-то она могла их видеть только один раз. Ну, и просто забыла спросить, кто это. А Синицын мук вообще не рассказывать об этом. Да? Ну, да. Ну, может быть. Может, может. Ну, поможете. Ёха! Да-да! Можно? Я к вам. Вот, пожалуйста, старший следователь Сергей Барышев. Вы присаживайтесь. Сюда, да. Я старший следователь майор Барышев, следственный комитет. Приступим. Значит, я так понимаю, вы часто заезжали к Глебу Синицыну, да? И там встречали Полину Ясникову. Правильно? Нет, не так. Я... Я мельком раз только ее видела. Так мы с Глебом больше созванивались. Я иногда просто заезжала. А так случайно там оказалось просто. Случайно? Где оказались случайно? У дома Глеба. У дома Глеба. Случайно оказалось. Постоянно туда заезжаю. Что-то вы меня путаете, не? Нет. Путаете. Это что тут? Давайте-ка... Пишите все это дело. А у вас там царапина, что ли, да? Это кошки поцарапали, да? Просто с велосипеда упала. С велосипеда просто. Вы тоже пишите. Я короткую. Да, да, да. Через... А, угу. Вот тут? Да, да. Походи, походи. Юрочка, что случилось? Пойдем. Следственный комитет. Старший следователь Леонидов. Юрочка, что происходит? Ваша дочь задержана по обвинению в убийстве у Полины Ясниковой. Это какая-то ошибка? Нет, это не ошибка. Кровь вашей дочери была обнаружена под ногтями Полины Ясниковой. Пожалуйста, ознакомьтесь. Это ордер на обыск. Алексей Алексеевич! Смотри, что нашел. Вы можете это как-то прокомментировать? Впервые вижу. Старпом гнида, а. Ну и что? Много вас было в этой Сити по сбыту запрещенных препаратов? Да никакой Сити-то по сути не было. Так? У нас же с Глебом маленький приработок. Нифига себе маленький. Судя по доходу, даже очень большой. Кто таблетки доставал? Ты? Да. Где брал? По-разному. В Греции, там, Голландии. В зависимости от маршрута, от судна. Получается, ты поставлял, Синицын был посредником, а Ясникова сбывал это все своим фанаткам. Правильно понимаю? Ну, да. Глеб эту схему-то придумал. После того, как Линки в первый раз пробник втюхал, да отличная схема получилась. Хрен бы у нас нашли, если бы Линки крышу не снесло. Я его ужасно ревновала к этой линии. Мы с Глебом любили друг друга. Ну, и что с той разницей в возрасте? Мечтали вместе уехать за границу. Он даже домик там уже присмотрел. А когда и куда вы собирались уехать? В Сербию. Через два месяца. Я уже за гранпаспорт оформила, Глеб заплатил. Он давно за мной ухаживал, но наши отношения мы держали в тайне. Просто мои родители привыкли всегда ко мне очень нежно и бережно относиться. Я же поздний ребенок. И ни в какую за границу они бы меня точно не отпустили. Да и брак с Глебом они бы не одобрили. Хоть он и сын их умерших друзей. Почему? Они всегда мечтали для меня богатым мужа или перспективным ученым. А Глеб простой рыбак. Последний месяц мы с ним очень мало виделись. Он сказал, что очень много дел перед отъездом. Еще эта Лина. Такая вся роскошная, красивая, уверенная в себе. Еще и блогерша знаменитая. И вы стали следить за Глебом? Я выяснила, что они встречаются раз в неделю. То она к нему заедет, то он к ней. То еще где-то в городе персекуция. Сейчас, 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 одну секунду. Одну секунду. Первого июня они встречались? Да, она к нему приехала. Я из-за этого твоего чуда снадобья сдохну скоро. Пошла обследоваться и поняла, что остаток жизни по больницам проведу. Я каждую ночь как привидение мотаюсь по парку, потому что не могу спать. Меня тошнит, у меня кружится голова. Лина, я тебе сочувствую, но отмять ты, тебе чего нужно. Тогда ты подсадил меня на эти таблетки. Так что будь любезен, давай мне пять миллионов. Ты вообще-то благодаря мне больше заработал. А если я откажусь платить? Я тебе сдам. Мне терять нечего. Вместе сядем. Ладно, сплочу. Три дня дай мне. Смотри без глупостей. Обещаю. Звони, Коксандреешь. Потом уже, когда Лина с Глебом встретилась, он занервничал, стал звонить мне, говорит, что Лина хочет нас сдать. Я говорю, ну подожди, я сейчас на выгрузке. Послезавтра приеду, все вместе порешаем. На следующий день уже... Ты узнал, что Лину убили? Ну да. Я распсиховался, полез в блог ее смотреть. Мало ли, может она наговорила там чего лишнего. Смотрю в комментах, там тетки все рыдают. Я же не знал, что Глебу так крышу снесет, и он ее грохнет. Я вообще на такое не подписывался. Это он ее убил-то вообще. Мы с Глебом собирались уехать и... Вместе. И я считала его уже своим мужем, а его деньги своими. А тут... Оказалось, что наше будущее под угрозой. И вы решили от нее избавиться? Да. План было придумать несложно. У нее в блоге столько угроз от этих брошенных мужей, что... Любой из них мог дать по башке. Я купила первый попавшийся фартук. Упросила родителей поехать все вместе, завтра же в пансионат на несколько дней. Типа устала от летней сессии, никак не могу прийти в чувства. Притворилась, что пораньше бегла спать, я сама ушла из дома и... Что ты делаешь? Что ты делаешь? На обратной дороге я забежала к Глебу, он уже уходил в море от рассвета. Оставила ему записку, забрала деньги из тайника. Чтобы не вздумал мне звонить, пока я буду с родителями. Вот эта записка? Да, только она отрезана. Я написала, я уезжаю, не ищи меня, вернусь через пять дней. Когда с Глебом встретились, я увидел на столе записку от Ирки. Но я не понял, что это удача, можно все равно самоубийство списать. И чтобы следствие по ложному следу пошло. Гдит, получается, что ты заранее придумал убийство Глеба? Ты для этого взял пистолет? Нет. Он взял на всякий случай. Так, для самообороны. Я ж думал, это он ее убил. Но там уже завязался конфликт и... Явелся, Иуда. Ну, заходи. Не понял. Чего ты не понял? У нас ЧП! Я тебе звоню, чтоб посоветоваться, а ты меня бросил на целых два дня. Я ж приехал. За это время что угодно могло произойти. Так, Глеб, ты пьяный. Иди вискупайся, протрезвеешь поговорим. Да посол ты! Два с половиной ляма гони, и одному же мне страдать от этой шантажистки. Иначе она меня заложит, а я тебя не хочу. И кто из нас Иуда? Я же сказал, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Сука! Иди сюда. Ну так вышло. Откуда стол такой экзотический? Не помню. На барахолке на каком-то азиатском рынке купил. На фига место преступления так зачистил? Ну что, вам что ли витаминки-то оставлять? Все забрал. И GPS, и телефон Глеба, чтобы вы не сразу поняли, что Глеб мне звонил. И ты думал, прям мы ничего не пробьем, да? Все пробивается по биллингу. Каждый твой шаг, звонок, смс-ка, буквально все. Так я в рейсе уже тогда должен был быть. А если бы запрос пришел, где я был во время убийства Глеба, на корабле или нет, то ответ был бы да, на корабле. Я же отпросился так, чисто подружески, без всяких записей. Кто ж знал, что с торпом меня сдаст? И записка эта. Отрезал кусочек, буду через пять дней и все. И когда уходил, все улики скинул. Да, только одного ты не продумал. Оставил бардак после себя. Что противоречит самой версии самоубийства. Ну да, тут я прокололся. Деньги искал. А зачем забрали деньги из тайника Глеба? Просто мне кажется, это нелогично. Во-первых, мне так было спокойнее. Во-вторых, я понимала, что рано или поздно убийство Лины могут связать с Глебом. Потому что они же общались. И тогда деньги у Глеба конфискуют. Я просто не могла этого допустить, потому что мне они самой нужны. А если бы Глеб обнаружил пропажу? Как бы вы ему это все объяснили? Не знаю. Той же ревностью. Сказала бы, что видела, как они встречались с Линой и просто побоялась, что они могут сбежать, пока я буду в отъезде. Поэтому забрала деньги, как страховку. Так логично? Логично. В вашей системе координации. Ну что? Можно вас поздравить с раскрытием двойного убийства? Поздравляю, Леша. Сережа. Информацию по препарату передали? Наркоконтроль? Да, товарищ покорник. Молодцы. Отличная работа. Пусть знают, как работают профессионалы. Идите отдыхать. Таким образом, я считаю, что тема в диссертации Татьяны Михайловны Леонидовой раскрыта. Тема эта актуальная и, я бы сказал, новаторская. У меня все. Господа, прошу голосовать. Ух ты, не волнуйся ты так, мам. Василина Михайловна, все получится. Итак, большинством голосов в защите диссертации Леонидовой Татьяны Михайловны признаны успешной. Да! Ура! Поздравляю! Рада, ты рада? Я рада, ты рада. Благодарю вас. Благодарю вас. Поздравляю. Спасибо. Спасибо. Я поздравляю вас, Татьяна Михайловна. Алёша. Алёша. Конечно, поздравляю. Я горжусь тобой. Слава Богу, успел. Спасибо. Ребята все рассказали. Ну что, мир. 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 Мой дорогой. Спасибо. Ну что, пойдем куда-нибудь? Отпразднуем успешную защиту. Да. Я знаю, здесь отличный ресторан, Андрей. А, это программа минимум. Программа максимум. Мы хотим вас отправить на дачу. О как. Ну что, отдохнете от своих забот и работ? Да надолго ли? А на месяц? О! Нет, правда, дорогая, я взял отпуск, чтобы побыть с тобой. И на будущую свадьбу Алёши и Саши, я думаю, мы прилетим вместе, если ты, конечно, не возражаешь. Не возражаю. А заявление когда подадите? Ну, сегодня какой день дели? В ближайшие выходные. Ну да. В ближайшие выходные. Пах, глянь. Мой конь. А? Нормально? Да ладно. Ну да. Ключи покажи. Ты мне не веришь, что ли? Покажи, покажи. Папа! Все. Пожалуйста, очень аккуратно, я умоляю тебя, хорошо? Да, да, да. Извините, сможете у нас фотографировать? Да, пожалуйста, конечно. Спасибо. Готовы? Да. Да. Так, приготовились. Еще? Сейчас, на счет три. Раз, два, три. Аааа! 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 Ааа! Аааа! 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 Продолжение следует...